Демпинг это то, что сейчас нас беспокоит и что происходит. В качестве иллюстрации, как выглядит лизинговый канал в крупной универсальной страховой компании, на примере Ингостраха. Сбор Ингостраха за первое полугодие 23,5 млрд. рублей, лизинговый портфель годовой 3 млрд. Мы отмечаем уменьшение сборов, падение величин по двум причинам. Это сужение рынка, это крестные вещи, о которых вы все знаете, и тот самый крестовотый демпинг. Статистика убытков по Ингостраху, она, в общем, тоже достаточно характерна. Мы отмечаем по лизинговым сделкам рост убыточности на 40%. Этот рост обеспечен в большей степени за счет того, что нам стали заявлять мелкие убытки, которые ранее не заявлялись. В условиях креста они, в общем, начали заявляться. Текущее положение дел. Я взяла бы на себя смелость констатировать, что лизинговые компании определились в части своих требований к страховому сообществу, к страховым компаниям. Многие лизинговые компании допускают до себя, до своего бизнеса, страховые компании на основе аккредитации, кто-то работает не на основе аккредитации. Но смысл, в общем, этих взаимоотношений, этих требований заводится к следующему. Лизинговые компании интересуют финансовую устойчивость страховой компании, то есть гарантии, надежность, способность обеспечить обязательства по принятым рискам. Интересует качество страхового продукта, в части его объема, объема покрытия и условий страхования. И универсальность страховой компании, то есть способность заключать договоры, обеспечивать покрытие по различным объектам лизинга. Проблемы. Совершенно очевидно, что наравне с лизинговыми компаниями мы страдаем от дефолтов, от неплатежей, от мошенничества лизингополучателей. Мы сталкиваемся с практикой, когда лизинговые компании или лизингополучатели выбирают некое экономичное покрытие при заключении договора страхования по неполному перечню рисков с применением повышенных больших франшиз. И условно это экономично, но при наступлении страховых случаев часть рисков остается непокрытыми и, соответственно, приводит к негативным последствиям. И еще один момент. Объективно на рынке, вот на текущий момент времени, происходит некая санация страхового отрасли. Мелкие, средние страховые компании понимают, как они будут жить дальше, возможно, кто-то планирует уход. И в этом смысле лизинговым компаниям, я считаю, нужно быть достаточно осторожным, когда они определяют для себя партнеров по лизинговым сделкам. Перспективы. Совершенно очевидно, что в ближайшее время произойдет стабилизация ценовых условий. И все движение наших взаимоотношений будет направлено в сторону сервиса, в сторону обеспечения каких-то сервисных вещей, которые, может быть, сейчас не совсем развиты. Это касается в том числе и определенной оптимизации, упрощения схем взаимодействия. Мы считаем, что крупные страховые компании, партнеры лизинговых компаний по страхованию, в общем-то, мы готовы к реализации дополнительных мер по оценке рисков при заключении договора о страховании. Мы готовы к совместной работе по дефолтам. И эта работа ведется, и гострах ее активно ведет. И мы считаем, что одно из основных условий в будущем будет касаться следующих моментов. Это соблюдение условий и правил взаимодействия с лизинговой компанией по всей территории Российской Федерации, покрытие всей территории, единых условий, не только в столицах. И некий такой человеческий персональный фактор это персональный, качественный менеджмент со стороны страховой компании. Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова